Добрый, добрый, добрый вечер всем! Вот и закончился этот тяжелый для всей мужской половины населения день. В Москве закончился, в Киеве еще продолжается. Поздравляем россиян, всю мужскую половину населения и все, кто у нас на стриме. Девушкам, которые вдруг у нас есть ли есть на стриме, привет! И это было действительно великолепно. Ну что, заканчивается этот сложный день очень интересной игрой, как по мне. Играет у нас SummerSrift против никого попало, против команды Evil Geniuses. Одного, наверное, из наиболее ярких коллективов последних месяцев, так это точно. ЕГЭ в полном составе со всеми своими звездами будут сейчас драться против нереально укомплектованных ребят. Я, конечно же, говорю о команде SummerSrift. И просто посмотрите на персонажей, которые играют с тендинами в данном коллективе. Персонаж под номером 1 Артизи. Персонаж под номером 2 Куроку. Вот теперь у нас реальная битва звезд. И тут далеко даже ходить не надо. Все знают эти имена. Артизи нашумел с прошлого года так, что у меня уже изжога от этого никнейма. Если вдруг кто его упоминает, а... Ну, Куроку, собственно, кому что рассказывать. Кто не знает, кто такой Куроку, видимо, просто случайно на спам ссылку попал и попал сюда. Те, кто знает, собственно, что говорить. Игра обещает быть, я думаю, наверное, наиболее яркой за последнюю неделю. Это 100%. Ладно, давайте перейдем непосредственно к матчу. Немного позже расскажу вам по таблице, как там кто расположен. ЕГЭ в любом случае на первом месте. Это точно. Им надо в любом случае выигрывать 2 поинта, потому что к ним вплотную там уже начинают подбираться другие ребята. Ну, давайте сразу по банопикам. А дальше уже перейдем в статистику, историю и прочую ерунду, которая мало относится к данному матчу. В бане у команды ЕГЭ уже СФ, Акс, Никс Ассасин и Огрмак. Со стороны команды Саммерс Рифт, Чен, Шторм Спирит, Квапа и Брюм Мастер. Венжи Фул Спирит, Снайпер для команды Самс Рифт и для команды Ивл Джинниус. Уже отлетели Леон, Бэтрайдер и, о боже, кого я вижу, Спектра. Если это будет Спектра для Фира, это, наверное, будет крутейшая катка. Вообще Спектра это всегда круто, как по моему мнению, один из наиболее ярких персонажей. Даже несмотря, что он рейдкликовый, что он не контрящийся, что он имбовый, что ничего там интересного и примечательного нет. Нет, примечательное и интересное там есть 100%. Либо ты контришь Спектру и всю игру ее напрягаешь, а значит создается постоянный экшен на карте. Либо ты не контришь Спектру, а потом она тебя напрягает и создает нереальный экшен по всей карте. Зевс для команды ЕГЭ. Тут так черт, наверное, голову сломит, что вообще ЕГЭ себе напридумывали. Зевс, Спектра, Бэтрайдер, Леон. Ну, Спектра, понятное дело, будет фармить. Бэтрайдер, скорее всего, отойдет у нас в сложную, на нем будет катать Юниверс. А вот куда отправится Зевс или Леон, мы посмотрим пока что. Мало вообще по этому вопросу могу сказать, будет ли это Зевс в мид для Сумаила, либо это будет Зевс саппорт на лайн. Чуть-чуть позже станет ясно. Четвертый пик для команды Самс Рифт. 30 секунд дополнительного времени. Ну, думает, думает команда во главе с Артизи. И тут действительно ошибиться в пике, по-моему, чревато поражением, потому что не загнобить Спектру, еще раз повторяю. Это беда, печаль и позор вообще для команды, которая третьим пиком увидела данного персонажа, но ничего против него не придумала. Феникс. Вот так вот. Честная игра закончена. У нас Феникс в пике, а значит, абсолютный дисбаланс в драках. Никогда не понятно, что с этим персонажем произойдет. Будет Супернова заюзана так, что ее можно будет разбить или Супернова это перевернет с ног на голову всю катку. И где-нибудь в деревьях у нас какой-нибудь хитрый Куроку, например, на Фениксе остановится. Ну, вряд ли, конечно, это будет Куроку. В сложную обычно у нас отправляют Феникса. Куроку, скорее всего, я думаю, будет фармячим персонажем. В Сикретах его все чаще сажают на саппорта, хотя начинал он в Сикретах исключительно на Керри. И вот на Керри Куроку куда интереснее, чем даже крутейший Куроку. На крутейшем Рубике, в крутейших некогда Нави. Все это намного ярче было в команде Сикрет. Ну и примерно здесь Куроку приглашенная звезда, иначе и не скажешь. Ну, тут, я думаю, он уже может свои права какие-то заявить, и будут считаться с ним вообще и с его амплуа, и с его желаниями. Ну, будет интересно посмотреть на фармящего Куроку, 100%. Для команды ЕГЭ остается последний бан, 23 секунды. Ну, в принципе, что там у нас у Champions of Summer's Rift? Снайпер, скорее всего, отправится на мид, Джаггернаут фармящий вместе с Вингой с саппортом, ну и Феникс сложную. Еще один саппорт для команды, для рифтов. Ну, ждем. Немного совсем осталось времени на бан, 5 секунд. Надо в любом случае какого-то саппорта, скорее всего, исключить. Ну, Шейкера исключает у нас команда Evil Geniuses. Ну и совсем немного времени осталось у рифтов, чтобы чем-то ответить. Ладно, пока у нас исключение, пару слов скажу. Evil Geniuses на первом месте в своей группе, у них 12 поинтов. Они сыграли 7 матчей, у них 5 побед и 2 ничьи. Никто не смог эту команду притормозить хотя бы. Payne, по-моему, забрали 1 поинт, у них сыграли в ничью. И Void Boys тоже в пике со Спектрой смогли их одну катку оторвать у ЕГЭ. А так всех ногами вперед выносят. Там американский дивизион для них не уровень. Мне Enigma забанили, как же жаль, как же хотелось видеть Enigma действительно в этом пике. Но слишком много говорю, не успел свою мысль вслух озвучить. Ну, остается 30 секунд у ЕГЭ, ну и посмотрим, что там будет. Trend Protector и Zeus. Вот совсем недавно я это наблюдал и... А может даже ЕГЭ это и делали. Trend Protector с Zeus идет в легкую линию. И линия спушивается за 16 минут. За 16 минут то ли это были ЕГЭ, то ли это были Complexity. Кто-то, короче говоря, из американского дивизиона умудрился за 16 минут спушить полностью линию. Снести Tower на хайграунде, снести барак. И все это было так просто и так динамично, что я не успевал даже толком озвучивать, что вообще на карте творится. Просто идут, бьют. И ни один Tower у команды, у которой была данная дабла, не упал. Будет ли это здесь, не знаю, но все вполне возможно. Тогда, правда, Бетрайдера придется, наверное, в мид отправлять. Иначе, как поставить такую даблу? Абадон для команды Rift и команды укомплектованные. Vengeful Spirit 14.37. Бракс играет на Снайпере. Артизи играет на Джаггернауте. Демон у нас на Фениксе. И Куроку на Абадоне. Все-таки Саппорт. Со стороны команды Evil Geniuses. PPD играет на Тренд Протекторе. Сумаил на Зевсе в мид отправляется. Фир у нас фармит на Спектре. Юниверс на Бетрайдере. И, напомните, кто там пятый, господи, а? Команда Мечты, и я забыл их пятого персонажа. ППД, Фир, Сумаил, Юниверс. Ну же, думай. Курья твоя башка, думай. Ауи 2000, конечно, да. Все, вспомнил. Ауи 2000 у нас на Леоне. Ну что, пожелаем командам удачи. А нам всем желаю нереально яркого экшена. По-моему, все будет к этому. Фир играет на Спектре. Большего счастья на 8 марта себе даже ни одна девушка, наверное, не могла загадать. А я, тем более, о таком мечтать не мог. Все-таки день вроде бы и не мой. Ну теперь ждем. Фир на Спектре, а Артизи играет на Джаггернауте. В каком-то ультрамодном сете. Это что еще такое? Первый раз вижу такой сет на Джаггернаута. По-моему, один из лучших сетов, который мне вообще приходилось видеть. Ну и Артизи, наверное, один из лучших игроков, которых мне приходилось видеть. Ждем. Все хорошо. Секрет Срифт. Просмеялись игроки. Собственно, нормально. Самоирония. У команды сам Срифт присутствует. Действительно, и Артизи, и Куроку. Нынешние одни из наиболее главных персонажей команды Сикрет. Сикретов отдых. Почему бы не покатать против ЕГЭ? Я тут даже думаю, что почетно стендином быть в матче против ЕГЭ. Прекрасно все это понимают. Артизи вообще сам Бог велел наказывать собственную команду. А команде... Тем более, да, у Артизи, я думаю, счеты есть с Умаилом. То, что творила ЕГЭ с Сикретами, это, конечно, чудо. И опять же, как-то у нас забыли давным-давно об Артизи. Все обсуждают с Умаила. Ну что, у нас цепляют Фира. Фир, скорее всего, отсюда уходит. У Артизи ничего не вкачано. А у И2000 сразу же поставил ребят на место. Сказал, руки прочь от Спектры. Драка не состоялась. А здесь, кстати, у нас ковыряются. Четыре стака у нас уже на 14.37. И Юниверс еще и под... Под дефом от Тренд Протектора. Вообще, в общем-то, безнаказанно развалил у нас Веншфул Спирит. Дэмэдж в него влетел. Правда, весь этот дэмэдж отправляется в никуда. Фёстблат для команды ЕГЭ. Юниверс забирает первый фраг. Идет на сложную. Сложная будет точно не сложная. Если рядом есть ППД на Тренд Протекторе. Ливинг Армор имеется. В общем-то, толком дамажить и как-то харасить не получится. Причем никого по карте вообще. Тренд Протектор до ужаса полезная вещь. Все об этом знают. Знают прекрасно. Фира начинают гонять. Куроку на Абадоне. Плюс Демон на Фениксе. Все дамажащие. Все неприятные. Феникс настреливает. Да, именно вот этими штуками настреливает Феникс. Режет скорость атаки. А значит, режет возможность фармить нормально. Плюс Куроку постоянно через Афотик Шилд. Постоянно будет наваливать, стопить. Ну и есть у меня подозрение, что вкачает и пассивку. Вот Куроку подстопили. Фир у нас сильно засловлен. Но Фир смог отсюда уйти. А вот получится ли у Ауи. Ауи все как-то кустами, лесами уходит отсюда. 1-0 счет. На миде Сумаил. 8-0. Против него стоит Бракс на снайпере. 5-0. Сумаил пока Бракса переигрывает. Причем с ощутимым преимуществом. Кто это? Что это за красавчик? Он такой вот у нас маленький золотой дум. Да, у Сумаила дела по крипам немного получше. Но опять же это вопрос времени. Браксу надо хотя бы какие-то вменяемые артефакты вынести. Сумаил понятное дело, что через нижнюю забирает большинство крипов. Плюс еще и Бракса дамажит. А Бракс, кстати, очень сильно просел по хп. Сюда бы еще пачку крипов и, я думаю, пару плюх смог бы у нас Сумаил в Бракса запустить и мид таким образом выиграть. Понятное дело, что фраги на миде более чем важны. Ну, 12-4 у нас у Сумаила, у Бракса в это время 9 на 2. Уступает, правда, немного. Опять же, Бракс у нас заряжен фарм. Есть рейсбенд и... Ну, а Сумаил заряжен в фарм на миде вообще по дефолту. За счет, разумеется, своих скиллов. Верхнюю пока что не качал вообще Сумаил. Ну, тут и через нижнюю нормально наваливается. Теперь и верхнюю прокачал. Еще один удар в Бракса. Бракс сыпется. Да, последняя нижняя от Сумаила. Бракс разваливается. 2-0. ЕГЭ начинают очень уверенно. И самое интересное, что сразу с мидлейна началось давление ЕГЭ. Здесь у нас первую боль и унижение ощутил на себе Снайпер. Здесь у нас Куроку с Демоном. На нижнем лайне туда-сюда гоняет то Ау и то Фира. Хотя вот вроде бы и не сильно проседает команда ЕГЭ. Куроку, да, как я и говорил, через пассивку. Все, в общем-то, чтобы цеплять все в дэмэдж. Потому что Койлы тут толком не поюзаешь. У самого не так много ХП у Абадона. Вот. А гонять и дамажить. Плюс Демон нормально стопит у нас Фира. Можно. Можно и даже нужно, скорее всего. Потому что Фира надо гнобить. Гнобить вообще нон-стоп по всей карте. Всевозможными мувами. ППД пошел у нас за 14.37. Но тут встреча не состоялась. Свидание не прошло у игроков. Артизи отводит крипов под свой Тауэр. И теперь здесь будет фармить Юниверс. Стакает у нас на Артизи Напалм. Ну, по-моему... О, вот на 14.37, точнее, Напалм. Артизи будет ли на подсейв? Блейд Фьюри надо юзать. Юниверс попадает в собственную ловушку. Артизи через Блейд Фьюри. Еще один удар от Тауэра. Артизи отправляет домой у нас Бэтрайдера. Но перебаковал 100%. Юниверс позволил себе лишнее. Опять же здесь хилинг вард от Артизи. Все стало на свои места. 2-1 счет. Фира гоняют. Фир тут терпит жесточайшим уровнем. 12-0 по крипстату у нас у Фира. 23 у мидера команды ЕГЭ. Ну, чтобы для сравнения было вам понятно. У Феникса тем временем 19 на 4. Феникс перефармливает спектру. О чем вообще разговор? Означает только одно, что Дабла свое дело выполняет. Здесь стоит, в общем-то, бомжовый Леон. Ауи 2000 ничего по артефактам не имеет. Нет даже сапога. Здесь Куроку его цепляет. И Ауи отсюда уже не уходит. Еще и постоянно Афотик Шилдом у нас харась от Фира. Скоро просто нечего будет есть Фиру. И начнется голодная смерть на лане. И тогда печаль, беда полнейшая. Потребуется под сейв. Ну, тренд протектор по КД у нас. Лечит Фира. Иначе просто-напросто не вывести. Так, Юниверс у нас уже в Firefly. Видимо, просто с деревьями разобрался. А Артизи фармит. У Артизи проблемы не такие, как у Фира на легкой. У Артизи 19 на 4. У Фира 16 даже 20 на 4. Сейчас, скорее всего, будет 21. Артизи свое дело знает. И знает, наверное, лучше большинства современных дотеров. А у Фира действительно беда. Ну, будут демона цеплять. Но здесь есть и Карус Дайв, это раз. Во-вторых, здесь есть Афотик Шилд. Демон, в общем-то, в безопасности. Наверное, наиболее безопасный лайн за всю историю оффлейна для Феникса. Даже Транквил у нас демон выбрасывает, чтобы нормально фармить. Такое ощущение, что с Крипами разговаривает. У нас демон где-то в лесу, на каком-нибудь аксе. Выложил Транквил и полетал. Вернулся, забрал Транквил и стоит хилиться. Да, не считается он с Фиром сейчас. Но Фир и правда не игрок на данной арене на эту минуту. Ну, понятно, будет разговор, наверное, попозже. Сумаил у нас здесь начинает проседать по ХП. Бракс настреливает. Но опять же здесь под хилом Транпротектора. Ну, вот Бракс и отстрелял свое. Плюс еще и Юниверс прилетает сюда. Команда ЕГЭ действует очень круто. Вопросик командной игры. Крутейшим образом выходят на лайны. Все реализуют, по-моему, на ура. Да, конечно, здесь загнали Фира. Тут это вообще не обсуждается. Но у Фира есть пятый левел на седьмой минуте. У Фира уже есть фейсбуцы. Под хилл не так критичен. Я говорю, конечно же, о Ring of Health. Потому что есть Living Armor от Транпротектора. Демон пошел настреливать у нас по Фиру. Ну, здесь даггер и Фир бежать отсюда. Хотя, а фотик шилд висит на Демоне. Будут цеплять его. Хекс пошел в Демона. Демон доигрался с приездом. Да, умирает у нас, конечно же, Спектран. Но умирает уже после смерти Демона. Значит, что... Да, вот что значит. Значит, что хаунд уже имеется у Фира. И уже можно организовывать драки по карте. Что у Зевса? У Зевса есть шестой левел. Пока Сумаил ни разу его не юзал. В спину готовится выход на Бракса. По-моему, с прилетом Зевса Бракс у нас приплыл. Есть ли семечка? Да, семечка первого левела есть. Плюс есть Living Armor. Бракс не знает, что его ждет. Его ждет Сосновый Гроб и полет на Фонтан. Нормально. Организовали курорт Мид-Фонтан. Уехал у нас Бракс. 5-2. По золоту 600 в пользу команды ЕГЭ. Давайте на графике посмотрим. В принципе, время относительно пришло. 700 в пользу ЕГЭ. По экспириенсу более 1000 тоже в пользу ЕГЭ. Ну, на 3 фрага больше заработали ЕГЭ. А преимущество только 750. Чем, спросите, это объясняется? Это объясняется тем, что Фира загнобили. Причем загнобили существенно. На лайне первых 0-1 счет. Во-вторых, всего 28 крипов за 8 минут. Успеет ли Фир? Да, успел Фирк Иллюзия. Здесь ППД фармит. ППД нужно заработать наконец-то 6-й левел. Пока еще целый уровень не хватает. У Феникса появляется Урн оф Шадоус. Ну, давайте по Нетворцу теперь глянем. По крипам на первом месте у нас Юниверс. Ну, Юниверс в принципе, в принципе, в принципе. Фармил сложную. Потом перебрался в лес. Юниверс, в принципе, оправданно. По крипам на первом месте. А по золоту на первом месте у нас Сумаил 4-300. У Артизи, который фармит легкую, причем беспрепятственно, 3-800. Юниверс на третьем месте. 3-700 у него. Ну и дальше Демон. Да, когда вообще такое было, чтобы на сложной Феникс чувствовал себя настолько фривольно. Ну вот в чем заключена фривольность Демона. Разумеется, в наличии Куроку. О том, как этот парень может сейвить. О том, какой комфорт для своих кор-героев может организовать на линии. Я думаю, все прекрасно знают. Это саппорт с невероятно мощнейшим опытом. Саппорт с безусловным дота-талантом. Тут даже это не обсуждается. Это данность, с которой уже давным-давно смирился весь мир. У ППД 6-й левел имеется. ППД, я думаю, готов летать и масс-файт у нас организовать. Хаунд уже откатился. У Зевса тоже давным-давно откатился ульт. Откатился. Да он не юзался. Что-то я подпризаговорился. Ульта у нас от Спектры. Погнали у нас Бракса. Мид опять у нас погибает. Ульта от Зевса. Сумаил Доминейтинг зарабатывает. Сумаил начинает, по-моему, очень ярко и очень хорошо. Надо, скорее всего, бить яйцо. Но тут нет смысла бить у нас с Феникса Фениксани. Потому что Куроку здесь. 14.37 здесь. Ливинг Армор на Ауи. Развалили у нас Вингу. Пошел он мне слэш от Джаггернаута. Артизи продолжает Блейдфьюри гнать. Но пока одного Леона потеряли. Где Бэтрайдер? Бэтрайдер летает по лесам. 3 в 1 подрались. ЕГ опять на коне. Посмотри на себя. Теперь посмотри на ЕГ. Да ЕГ на коне. 3 в 1 поменялись. 1000 по золоту в пользу команды Evil Geniuses. По экспириенсу обогнали своих оппонентов на 700 в данном файте. Давайте графики посмотрим. 2 с лишним. Даже по 3 уже. В пользу ЕГ. По экспириенсу практически 4000. Крутотень. 1000 по золоту у демона на руках. Есть ранквилы. Есть урна. Ну и Gloves of Haste. Я думаю демон у нас скорее всего пойдет в Мидас. У Снайпера тем временем. Rise Band имеется. Имеется Power Threads. И остается дофига еще в принципе. 1300 остается до Мома. Скорее всего Бракс именно по данному этому билду и будет идти. У Курроку тем временем. Ну урна практически собрана. Если конечно он в нее направляется. У Феникса есть в общем-то урна. Может быть Курроку так купил. На затравку купил себе перчатку на силу. Ну и Винги тем временем один сапог. Артизи под Момом. Врывается у нас на Рошана. Хилингвард будет ставиться. Ну и неужели вдвоем решат забирать Рошана? Здесь очень близко Юниверс. И по-моему Юниверс знает вообще о чем речь. Через бочку. Никого не забросил на хайграунд. Артизи продолжает наваливать. Лассо на Артизи. Выхиливает. Старается по крайней мере демон выхилить у нас Артизи. И все впустую поздно собственно включать Санрей. Когда в лассо уже сидит Артизи. Развалили очень быстро. Причем с хайграунда еще там настреляли Ауи. Ну и Юниверс свое дело сделал. Счет 9-3. Заработали 500. Даже более. С учетом минуса от команды Самос Рифт. Заработали порядка 700 по золоту на графиках. Куроку на Миде. Чего Куроку на Миде добивается? Я честно говоря пока не очень понимаю. У Бракса. У Бракса Огур Клаб. Бракс у нас насколько я понимаю пошел в БКБ. Но Бракс сыпется от ульты Зевса. Тем более уже вторая ульта у Сумаила. Сумаил приобретает Хенд оф Мидас. Еще 1000 сверху. У Гарри Тауэр. ППД забыли. ППД оставили. ППД занимается тем чем должен. ППД ковыряет вышку. Бьет крипов. Все у него неплохо. 25 на 5 крипстат. Заработал уже на Аркан Буцы. Здесь Фира оставили. А вот это по-моему по печальной ситуации. Фир который теперь стоит на абсолютном фри фарме. 560 после Фейс Буцов. После Рингов Аквилы. Фир по Нетворцу у нас выходит уже на 5 место. Хотя до этого. Понятное дело. Совсем не радужные перспективы были у капитана команды ЕГЭ. Давайте графики глянем. 4 по золоту. 6 по экспириенсу. ЕГЭ хорошо себя чувствует. По артефактам у команды ЕГЭ. Пробежимся. Пока небольшое затишье. У Ауи ничего не имеется кроме Буцов Спид. Правда на руках 1200. У Бэтрайдера Даггер. И после Даггера появляется Став оф Визады. У Зевса 1500 на руках. Сумаил очень классно себя чувствует. Ну это отражается и в таблице. На первом месте Сумаил. Так Леон у нас здесь разобрал Вингу. Где это вообще случилось? Это случилось у нас на топе. А где Леон? Через Овергроус разобрали у нас Винжи Фулл Спирит. Плюс здесь Фингер Оф Дэс был заюзан. Вот вы собственно как будто файты посмотрели. Ну дальше по артефактам ничего особенного. Никого не появилось. Ну Зевса 1900 на руках. Куда пойдет Сумаил? Я думаю в принципе. Есть смысл собрать здесь Аганим. Хотя при наличии Сол Ринга. Возможно отправиться сразу в Бладстоун. Тоже не будет лишним. Ну то что будет оба эти артефакта в наличии. Я не сомневаюсь. Дальше уже наверное Рефрешер Орб. Ну нормальный такой пабовский Сумаил. Правда паб здесь 88 левела. Конечно же паб не простой. Паб золотой. Так у нас Сумаил вот как решил поступить. В принципе ложил он на все что я тут о нем рассказываю. Решил совершенно по своему пойти. Но у нас Сумаил и на СФе собирает. Рефрешер Орб и прочие артефакты. Которые в общем то не должны быть на СФе по факту. А бывают. И Сумаил с этими артефактами умудряется выигрывать. Ну Зевс Даггером в принципе это не СФ с Рефрешером. И уж точно не Лекан с Рефрешером. Как отмочил. Другое слово вообще не могу подобрать. У нас Резолюшн. И слил катку у своей команды. По-моему против ВП этот матч был. ППД. Здесь у нас готов. Возле Секретшопа команды сам с Риф драться. 14.37 сыпется. Я думаю надо было за Артизию вязаться. Овергроус есть ли? Да есть Овергроус. Можно было попробовать забрать Артизию. Непонятно почему. 14.37 решили разобрать. Ну да верно решили сыграть. Хорошо. В принципе убили. И это в любом случае плюс для команды ЕГЭ. По графикам. За 5000 золота. За 7000 экспириенс. ЕГЭ давят. Давят по всей карте. Везде происходят файты. Везде ЕГЭ лучше. Вы прекрасно это можете понять по счету. Вы прекрасно это видите по графикам. ППД достаточно полезный тренд протектор. Не тот парень который сидит на лайне. Или тот парень который просто по КД раздает у нас Ливинг Армор. Хотя раздает у нас ППД по КД Ливинг Армор. Но это не тот тренд протектор. Вот наверное с кем сравнить. Наверное с габлаковым тренд протектором. На которого молились все. И вся. И... ПАП ребята и полупрофессиональные ребята и комментаторы по всему СНГ комьюнити. Это не тот габлак который просто стоит и по КД у нас раздает Ливинг Армор. А по факту команда терпит терпит и еще раз терпит. Нет. Он постоянно участвует в файтах. Он постоянно по карте движется. И дает инфу своим соперникам. Очень похоже на Клауд Найн. Которые уничтожили Нави. Когда один несчастный Баунти Хантер всю игру сломал. Ну что. Бракса у нас поймали в лассо. Бракс разваливается. Мидер команды Самс Рифт. В полнейшей заднице. 0, 5, 1. 88 по крипам. Но 5 смертей. Все эти крипы могут вообще нафиг идти. Потому что по золоту конечно беда полнейшего Бракса. Он на пятом снизу месте. То есть на шестом. Как вы могли бы и сами понять. У Феникса тем временем появляется Клаака. Будет ли выход в хут? Ну наверное будет. Можно в принципе собирать Пайп против ЕГ. Смело. Разваливается Т1 по миду. ППД забирает Тауэр. Где Фир? У Фира 3000 на руках. Скоро появится Радианс. Тогда совершенно другой разговор начнется. Ну что. Ульта от Зевса пошла. Артизи на ЛОХП. Правда живой. Вингу здесь растращили на куски. Ничего особенного. 13-3. Сумаил очень хорошо играет. 6-0-2. Нет. Сумаил вообще по дефолту очень хорошо играет. Но и на Зевсе в данной катке Сумаил играет просто великолепно. 6-0-2. Постоянный экшен. Постоянные фраги. Команда Самс Рифт. Я думаю очень скоро зажмется у себя на базе. Тут Куроку. Который Феникса саппортил классно на лайне. Уже мало может помочь своей команде. Ну и Артизи. Тоже идет 1-1-0. Пока никакого экшена. При том что артефакты-то ранее он вывез. Как их нормально реализовать. Пока возможности я не вижу. Ну и судя по тому что Артизи не реализует. И Артизи не видит этой возможности. Надо заниматься фармом. Надо чем-то заниматься. Просто пока команда Самс Рифт фармит у себя на половине. Здесь стоит Фир и фармит соло линию. У него 3-700 на руках. После этой катапульты будет. А значит Курица уже может отправляться в секрет шоп. Да ты что слушаешь меня Фир? Да Курица уже отправляется в секрет шоп. Тут понятное дело 2 крипа и все. У Фира имеется сакрит релик. Готовится у нас драка. 14-37 зацепили лассо. Юниверс не юзает. Будет куда проюзать лассо. Но здесь Фир влетает в драку. Не надо сюда прыгать. Потому что можно под Феникс Сан попасть. И огрести по первое число. Команда ЕГ в полном составе жива. Здесь на лоу хп. Под афотик Шилдом уходит отсюда Баддон. Куроку очень сильно битый. Но Куроку живой. Ну что. Никуда Спектра не отправилась. Просто спугнул Фир всю команду Самс Рифт. Ну и какой-то дисбалансник. Какое-то замешательство на миллисекунду. В общем-то внес. Ну и там уже свои тиммейты смогли отойти из файта. Давайте глянем графики. Где-то около десятки уже за ЕГ. И за 10 тысяч переходит преимущество ЕГ. По экспириенсу у Спектры еще не было Радианца. И уже такое преимущество. Спектра у нас 0-1 идет. Она не начинала убивать. И уже такое преимущество. Я не топлю за ЕГ ни в коем случае. У меня огромное желание. Чтобы команда Самс Рифт в команду ЕГ. Ну пускай и не победила. Но потрепала это точно. Это только на пользу будет великим коллективам. А ЕГ действительно можно отнести к одному из наиболее ярких. И пожалуй великих коллективов Дота Комьюнити. Но болею я безусловно здесь за красивую Доту. И пока она по дефолту должна быть красивой. Наличие персонажей имеется. Классная. Реализация тоже на уровне. Все в общем-то идет к этому. По Нетворцу давайте обратим внимание. Сумаил у нас. На первом месте у него 10500 по золоту. На втором месте Юниверс 8500. У Юниверса уже есть Даггер. У него есть Форст Тафф. Юниверс покупает Маску в Мэднес. Юниверс вообще слетел с катушек. И Маску себе подстать видимо выбрал. У Фира немного совсем до Радианца. У Феникса уже собранный Худ 383 сверху. У Демона нормально все по золоту. Конечно закончилась халява на нижнем лайне. Тем не менее Медас свое дело делать будет. У Бракса появляется Сэнш. Ну и появляется... Нет, еще не появляется. Порядка 800 осталось Браксу до Яши. Сэншин Яша нарисуется. Это бомжовый артефакт для снайпера. Тем более после 20 минуты такой артефакт собирать немножко не то. Ну 0.5 идет снайпер. В принципе какие вообще вопросы к Браксу могут быть? Так, драка пока не намечается. Графики чекнем. Нормально. Графики остановились на тех же отметках, которые и были. Ну вот, собственно, то, что эти графики сдвинет с места. У Фира появляется Радианс. 20 минут 52 секунды. Фир врывается у нас на Бракса. Бракс еще раз умирает. Это означает, что 0.6 у мидера команды Самс Рифт. Где у нас Рошан потерян? Сбили Артизи и Аэгис. Леон это сделал или крипы. Да, Леон, фингер оф дэс у нас в КД. В общем-то это не считается толком. Но с другой стороны, Артизи уже будет более-менее сейвово играть. Аэгис разменяли в пустоту. А значит и драться Артизи будет поаккуратней. Фир улетает фармить на лайн. Ну, если есть Радик, в принципе, фармить самое оно. Для этого Радик и покупается. Ну, конечно же, еще для масс-файтов. Но на первых порах до появления Ханта Радианс будет использоваться у нас на лайнах. Понятное дело, все так делают. Никто себе не может в этом удовольствии отказать. Ну, а чуть что. Есть кнопка R. Который нажмет у нас спектра и дальше уже на кого бог пошлет, на кого спектра переключится и кого съест. 22 минуты сыграно. Графики 10 плюс по золоту, по экспириенсу к 13. Передвигается отметка преимущества команды ЕГЭ. У Артизи уже имеется Манта Стайл. В общем-то, Артизи немного укомплектовался, потому что больно было смотреть на количество его ХП. Так, Фира у нас поймали в лесу. Умирает у нас Венган Аллу ХП. Демон тоже постепенно теряет свое ХП. Ну, Фира уже Ассасинейт влетает от Бракса. Бракса отомстил за все, что ему пришлось пережить. А в это время разваливает у нас Артизи на миде и фраг забирает Леон. Просто с руки наковыряли. Там, конечно, немножко сбросились по скелочку, но не критично. Ну, опять же, ульта Зевса зашла. Так, Ауи у нас врывается в Куроку. Куроку под ультой никто его не трогает. Все здесь супер новопроюздано. Надо отсюда улетать, а потом можно будет и подраться. У ППД 1500 на руках. Даггера пока нет. А у Сумаила даггер есть. И Сумаила этим даггером уже задолбал. Я думаю, команду Самсрифт летает и выйдет все, что можно. У Сумаила по реакции все в порядке. Мы прекрасно знаем, как на шторме отыгрывает этот парень. Как быстро нажимаются кнопки его руками. Ну, все это вообще уже давным-давно стало легендарным. У Винги так и не появилась урна. И появится, не появится, неизвестно. 1-4-3-7 у нас играет со счетом 0-7-3. У Феникса 2-1. У Бракса 1-6. Бракс забрал Фира, кстати, по золоту. Это явно плюсом ему стало. Летит ему Яша. И пока больше ничего в плюс не имеется. У Юниверса 1-5 тысячи на руках. Все это после Форстафа, Блинк Даггера и Мома. Тапок считать не буду. У Артизи 1-1000 после Манта Стайла. У Феникса 2-100 на руках. Это все после Худа. Там уже близок Пайп. В принципе, надо бы и дозакупиться. У Снайпера мы видели. Да, Биддар. Тизи видели, видели, видели. Вингу видели. Давайте глянем, что у нас у Спектра. У Спектра 1900 на руках. Фир умирал, но особенно на экономике Фира это не отразилось. У Леона Даггер имеется 700 сверху. У Бэтрайдера мы видели. Зевс, Бладстоун, Даггер 1300. У Сумаила также на руках. И у Транд Протектора появляется Владмир. Ну, по-моему, ЕГЭ готовы к масс-файтам. Ульты все есть. У Самсриф тоже есть ульты. Но они более, наверное, дамажащие, чем Саевовы. Надо бы им нападать. Но здесь нет смысла просто команде Самсриф нападать. Они тут явно не на оборону рассчитаны. Обороняться вряд ли толком получится от перефармленной Спектры, которая будет вскоре. И, разумеется, Зевс и Леон. Там дэмэджа влетает колоссальное количество. Плюс все это в фиксированных персонажей за счет овергроуса. Плюс, опять же, все это под радианцем от Иллюзии Спектры, да и от самой Спектры. Как вывозить команде Самсриф неизвестно. Появился ли Пайп? Нет. У демона пока Пайп не появляется. Сколько там еще у нас осталось? Ну, осталось еще. Хедреска и Рецепт 800. Ну, в принципе, уже пора бы и прикупить Пайп. Ну, ждет у нас Феникс. Ждет. Возможно, оставляет себе на байбэк демон. Смог провязала команда Самсриф. Будут ли выходить на мид? А на миде уже никого нет. Юниверс отсюда улетает. У Юниверса 2000 на руках. Юниверс купил себе куда-то путевку и летит. Дофига денег у нас. Слишком много даже денег у Бэтрайдера. По крипам 142. Ну, понятное дело. Сумаила здесь будут ловить. Скорее всего. Успеет ли заденайт себя Сумаил? Сумаил у нас просто делает блинкаут в кусты. А теперь Сумаил возвращается в файт. Феникс возвращается. 14.37 у нас погибает. ЕГЭ. Дожигают его за счет Радиан Сафира. Демон на лоу ХП. Ну, двоих забрали. Погоня от Юниверса дальше за демоном. И Карус Дайв очень большой. КД имеет демон. Что демон творит? Демон просто у нас перед смертью решил рей запустить. Хорошо. Ауи. Видит ли Артизи? У Артизи есть Омнислэш. Будут ли разваливать здесь Артизи? Да, Артизи здесь разваливать будут. Ответ положительный. Минус 4 для команды ЕГЭ. 21.4. Сам срифт сыпятся. ЕГЭ просто на классе переигрывают. Загнали Фира. Фир не расстроился. Фир выформил себе. О-оу. Фир выформил себе уже Ривер. Скоро, очень скоро в спектре появится Тараско. А там уже не о чем будет разговаривать с командой. Сам срифт. Классно, конечно, играет ЕГЭ. Без вопросов. Файты навязывали с ранних этапов. Файты были более-менее удачные. Ну и даже провальные лайны по типу нижней линии для ЕГЭ критичными не стали. Собрались спокойно. Своё выформили. Своё взяли Куроку. У нас здесь цепляет ППД. ППД ещё и телом умудряется стопить Куроку. Но здесь подсейв уже от Винги. Правда, Винга небольшой помощник. 0.8. Это всё, что Винга напомогало за 28 минут. ЕГЭ в лице Сумаила и ППД у нас. Были на сложной. На лёгкой, точнее, пока что все разошлись. Ну, относительно фривольно чувствует себя команда ЕГЭ. Могут позволить себе бегать не вместе, а порознь. Но, опять же, есть всегда палочка-выручалочка под названием Living Armour. Да и вообще палочка-выручалочка под названием Trend Protector. В любой момент можно подсейвить где-то, кому-то помочь. С этим очень удачно ППД справляется. Команда его умирала всего 4 раза. Я говорю, конечно же, о одиноких смертях. Не вся команда 4 раза лилась. Всего 4 фрага. 4. Один на счету Джаггернауда. Два забрал Феникс. Ну и один у нас Снайпер, когда убивал Фира через Ассасинейт. Ну и 21 фраг для ЕГЭ. Давайте глянем КДА. Кто там у нас божит? А кто же у нас может божить? Вот кто у нас божит. Сандер Докс Рес. И Сумаил уже 10-0 на данный момент. На втором месте Леон. У Ауи 2000 5.1.5. КДА. У Юниверса 4.1.5. Спектра здесь просто несчастная в вопросах. А КДА Фир далеко-далеко позади своих товарищей. Ну понятно, что не по полезности. Сейчас если начать драться, то Фир вносит уйму дэмэджа в игроков. Все это понятно. Просто Фир пока в игру не вступал. Еще не купил себе Тараску. Хотя пора бы... А может и купил. Да, точно купил. У Фира уже есть. Тараска еще и 400 сверху. Теперь основной боец у нас 100% спектра. Ждем масс-файтов. Я думаю, сам с Рифт ждут как ужасом. Ас-файтов не особо им нравится. То, что с ними делает команда ЕГЭ. Да это и никому не может понравиться. А ЕГЭ, я думаю, в принципе все нравится. Обычная работа от ЕГЭ. Сумаил у нас еще троллит то ли меня, то ли команду. За счет прокликивания кнопочки С. И прокликивания ульта. Ну, опять же, есть уже рефрешер орб у Зевса. У него максимальный нетворс на карте. 18 тысяч у Зевса. Зевс переформил всех и вся по всей карте. Даже как-то странно. Успеет ли Фир выйти вперед и переформить у нас Зевса? Мы узнаем. Я думаю, опять же, Сумаил останавливаться не будет. Да, у Фира будет побольше скорость фарма. Так, Сумаил вырывается у нас на Феникса. Здесь Супернова. Но Феникс Сан вдвоем разбивается. Разбивается 100%. Еще один фраг для Сумаила. Ульта пошла от Зевса. Ульта пошла у нас от Спектры. Куроку здесь бегает. Где еще кто мрет? Артизи у нас. Еле-еле убегает. Но здесь Куроку разваливают без вопросов. Овергроуз провязали. В одного Куроку Сумаил трипл килл. Не забирает у нас фраги Спектра и не будет забирать. Здесь совсем другие люди на сцене. Сумаил хорошо и даже великолепно, наверное, выступил в этой катке. Заставил команду Самс Рифт чувствовать себя как минимум на один класс ниже. ЕГЭ доказали, что они реально сильнее. И не зря букмекеры ставили на них свои ставки и выставляли фаворитами в данной встрече. Ну что, получится ли у Самс Рифт ответить чем-то в следующей катке? Артизи и Куроку покажут ли, зачем они вообще были взяты в этот коллектив? Мы увидим. Всего пару-тройку минут. Пока что не переключаемся. Не забывайте. Глубокая ночь уже где-то там в России далеко на восток. 12 часов по Киеву, час по Москве. Чем еще заняться, кроме как зайти в группу ВКонтакте и нажать подписаться. Ну и конечно же фоллоу на наш стрим. Все это бесплатно, безопасно, безболезненно. А нам еще от этого и приятно. Все, услышимся через пару минут. Пока что музыка, графика, не переключайтесь.